Итак, упражнение для нокаутирующего удара. Покажу, так сказать, самые практичные, самые эффективные, ну и самое первое, которое все наверняка знают, это отжимания. Ну, в разных вариациях. Конечно, первый вариант – это обычные отжимания, просто. Но старайся их делать в взрывном стиле. И старайся всегда отжиматься на кулачках, для того, чтобы у тебя формировалась прямая линия и формировался костяк для правильного удара. И работай обязательно на полную руку. То есть есть упражнения, есть отжимания, которые дают делать не на полную руку, скажем так, боксерские отжимания. Что такое боксерские в таком плане? Ну, видишь, такая полуанкликнута снизу до половины. Эти отжимания хорошо на стартовую скорость удара. Но нам нужен именно взрывная мощь. Поэтому я теперь рекомендую просто делать на взрыв отжимания. То есть первый простой уровень – это на взрыв. И туда максимально выпрямляешься. То есть чуть-чуть сгибаешь руки. Вернее, медленно, как так сказать, средняя скорость сгибаешь. И максимально быстро выпрямляешься до половины. То есть до параллелью. Сгибаешь и выпрямляешься. Следующий уровень таких отжиманий – это подпрыгивание просто на кулачках. Ты делаешь то же самое, но отрываешь кулачки от гола. Это уже добавляет тебе взрывной мощности. Ты заставляешь вес всего своего тела отталкиваться от земли и отрываешь кулачки от гола. Следующий уровень отжиманий – это уже отжимания с плакочков. То есть ты можешь их делать на ладошки, на ладошках. А можешь, как еще более сложный вариант, на кулачках. И возвращаться назад на кулачках. И такой, скажем так, для тебя ему хватит вполне. Последний уровень – это руками до груди касаться. Здесь уже у тебя получается взрыв на то, чтобы оторвать тело от земли. Взрыв на то, чтобы сократить руки, то есть поджать его от себя. И опять их вернуть на землю. Это можно делать и на кулачках. Ну, сначала пробуй с ладоши. И в таком режиме работаешь. Итак, следующее упражнение для нокаутирующего удара. Очень отличное. Его делают на всех тренировках, во всех единоборствах. Это работа с медболом. То есть это тяжелый мячик такой. У меня он 6 килограмм. Они есть разные – от 5 до 10 килограмм. Если нет медбола, ты можешь заменить его какими-то тяжелыми камнями на улице. Или кирпичом. Весь кирпича силикатного, белого – около 4 килограмм. То есть и то же самое просто делать на улице, где-то на стадионе. Самое первое, самое простое и, можно сказать, важное – это наработка прямого удара. То есть встаешь в стоечку и начинаешь работать одной рукой. Кидаешь просто в стеночку, чтобы сразу ларить мяч. Если есть напарник, то вы кидаете мяч друг к другу. Тоже работаешь на правую ручку, потом на левую. Когда ты делаешь этот кидок, обязательно обращай внимание на ноги. То есть ты делаешь бросок, доворачиваешь корпус, доворачиваешь носочки. Когда делаешь бросок, делай максимальный выброс. То есть максимально сильно. Твоя задача – взрывная сила, скорость удара. На левую руку то же самое с левосторонней стойки. И в такой же манере с метболом ты нарабатываешь боковые удары, что не менее важно. Точно так же с корпусом стараешься скрутиться и уже выбрасывать просто сбоку. То есть полностью имитируешь боковую удар. Доворачиваешь носочек, корпус и туда вкладываешься согнутой рукой. Как под левую, так и под правую. И в таком режиме нарабатываешь нокаутирующий удар с метбола. Итак, заключительный снаряд для нокаутирующего удара – это резинка. Это может быть резинка, могут быть жгуты, то есть аптечные. Может быть эластичный бинт какой-то. Там 2-3 бинта между собой связал. Один конец привязал к чему-то стоячему. Два других конца взял. У меня такая обычная резинка, они продаются в спортмагазинах. Много резинок с ручками продается. Я уже давал несколько видеоуроков с этим снарядом. Задача очень простая. Берешь резиночку, как тебе удобно. У меня здесь узелки просто, чтобы было удобно брать. И работаешь во взрывной манере. То же самое все. Наработка прямых. Стал максимально быстро выбрасывать. На сопротивление. Обязательно работа ног. Обязательно работа на носках. Правый прямой с правой ножкой. Левый с левой. Ты должен добавлять корпус. Работая даже в скоростной манере, ты не должен забывать про технику. И работаешь. Натяжение, сопротивление ты регулируешь сам. То есть сейчас резинка легенькая. Я делаю шаг вперед, уже тяжело она в натяжке. Делаю еще шаг вперед, уже очень тяжело. И ты работаешь в такой манере, подбирая нагрузку под себя. То есть поработал максимально, чуть-чуть сбавил, доработался. Можно работать одиночными ударами. Можно работать серийно. По 2-3 удара, по 4, по 5 даже. Задача взрыв и максимальная скорость. Точно так же. Ты нарабатываешь боковые удары. Встаешь боком к резиночке. Можно по началу брать одну резинку. Можно брать сразу две. Все зависит от жесткости резинки опять. И с корпусом. Работаешь боковые. Ножка. На носочке. И доворачиваешь локоточек, забрасываешь. И здесь пошло сопротивление. Ты его преодолеваешь максимальным взрывом. Ап, пробил. И работаешь на правую, на левую. Точно так же апперкот. Точно так же. Снизу, вверх. Аперкоты старайся не четко вверх пить. Потому что так как бы не получится особо. А чуть-чуть проталкивать его вперед. То есть апперкот такой. Снизу, вверх, подбородок. Вот туда. Тоже резиночку под себя. Удобнее. Обязательно корпус. Обязательно все на ножках. Это очень хорошее упражнение для наработки взрыва и скорости удара. Точно так же можно работать ногами. То есть завязываем. Две резиночки. Просто на ноге. Как тебе удобно. И отсюда нарабатываем уже со стоечки. Можно встать боком, чтобы было более сопротивление. И лоу-хики нарабатываешь. То есть мы с тобой работаем в основном лоу-хиками на улице. Поэтому нарабатываем лоу-хики на сопротивление. То же самое максимально. Отличное сопротивление идет. Вот резиночку ты, соответственно, под себя подстраиваешь. Так, чтобы она не спадала, не сползала. И работаешь как левой, так и правой. Вот эти три отличных упражнения. Нарабатывай, применяй. Видеокурс «Стрит тай. Неуязвимый уличник». Узнай, как оставаться нетронутым в уличной траке. Убойную комбинацию. А так же, как работать лоу-хиком на улице. Ссылка в описании под видео. Ссылка в описании под видео.